здравствуйте мои дорогие мастера и мастерицы гости моего канала мои подписчики меня зовут светлана и я вас рада приветствовать на своем канале клубок шоу сегодня я хочу вам показать как связать вот такой текстурный узор он очень легкий в исполнении с ним справиться любая начинающий вязальщица хочу показать поближе так рисунок выглядит с лицевой стороны так он выглядит с изнаночной стороны название рисунка этого есть маленечко другое где-то я встречала называется он семечки точное название не знаю но тем не менее это не помешает вам связать со мной такой рисунок рисунок вяжется с помощью снятых петелек поэтому он получается достаточно объемным как бы двойным прекрасно подойдет на кардиганы на жакеты на пледы на пуловеры раппорт рисунка две петли и 8 рядов высоту я набрала нечетно четное количество петелек у меня это 16 петелек и плюс 2 кромочные первый ряд мы вяжем полностью лицевыми петельками первую кромочную петлю я снимаю и вяжу лицевые петельки последнюю петлю я провязываю изнаночной изделий поворачиваю второй ряд первую кромочную петлю я снимаю и вяжу изнаночными петельками изделие свой поворачиваю третий лицевой ряд первую кромочную я петлю снимаю следующую петлю я также снимаю нить за работой лицевая петля петельку снимаю нить за работой лицевая петля и так я продолжаю вязать до конца ряда чередую одну снятую петельку следующая петля лицевая последняя петля кромочная я провязываю изнаночной работа поворачиваю первую кромочную петлю я снимаю и вяжу следующую петлю изнаночную то петелька которую мы с вами снимали в третьем ряду мы ее также снимаем не провязанной но петель она ниточку нас с вами идет перед работой следующий изнаночная петля снятую петельку мы снимаем нить перед работой изнаночная петля и так вяжем и с вами до конца ряда последнюю петлю я снимаю и кромочную провязываю изнаночной пятый ряд пятый ряд я буду вязать также как и первый то есть полностью лицевыми петельками шестой ряд как второй полностью изнаночными петельками седьмой ряд кромочную снимаю первую петельку я провязываю лицевой следующую петлю я снимаю непровязанной нить за работой лицевая следующую снимаю непровязанной следующую снимаю непровязанной лицевая у нас с вами получается таким образом смещаем рисунок та петля которая была у нас с вами в третьем и четвертом ряду непровязанной мы теперь над этой петлей провязываем а вот здесь которая она петля была провязанной мы ее снимаем и таким образом у нас получается что мы вяжем рисунок смещаем в шахматном порядке или размещаем рисунок вот эти снятые петельки в шахматном порядке работу поворачиваю восьмой ряд первую кромочную я снимаю первую изнаночную петлю я снимаю нить перед работой одна изнаночная петля снимаю нить перед работой изнаночная петля И так я вяжу до конца ряда. Я провязала восьмой ряд. Таким образом я в высоту провязала весь рапорт своего узора. Вот еще хочу показать. Какой несложный, но в то же время эффектный рисунок получается. Я в ближайшее время планирую этим рисунком вязать кардиган для ребенка. Поэтому, если вам этот рисунок понравился и вы будете вязать, попробуйте, потренируйтесь вязать этот рисунок. И в ближайшее время будем с вами вязать уже обновки для наших малышей. До свидания, мои дорогие. Легких вам петелек. И всего-всего самого доброго. Легких вам петелек. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...